Лёгкий, немного смешной и ироничный фильм «Выйти замуж за капитана». Если перефразировать строки Александра Сергеевича Пушкина из Моцарта и Сальери, то про фильм можно сказать так «Когда у вас плохое настроение, открой шампанского бутылку или пересмотри этот фильм». Фильм снят в далёком 1985 году. Режиссёров Виталий Мельников всегда снимал простые светлые фильмы про любовь, семью. Можно вспомнить его фильмы «Мама вышла замуж», «Семь невест» и «Еврей Тарас Бруева», «Старший сын». И на этот раз он создал историю романтическую и светлую. В фильме снялся отличный дуэт Виктор Проскурин и Веры Глагулева. Сюжет довольно прост. Капитан-пограничник Блинов приезжает в отпуск и ему по дороге необходимо передать посылку. Так он знакомится с молодой девушкой Еленой Журавлёвой. Она фотокорреспондент. Капитану приходится сопровождать Елену на журналистских заданиях и постепенно между ними завязываются отношения. Но капитану не нужен лёгкий флирт, он ждёт свою большую любовь. А вот нужны ли серьёзные отношения Елене? Для меня очень интересным оказался образ, созданный Николаем Рыбниковым, который исполнил роль соседа Леночки Журавлёвой. Помните, когда Блинов перевозит посылку, он спокойно в глаза капитану говорит, что Лены нет дома. И во второй раз так бы и не получилась встреча Блинова и Лены, если бы она не прорвалась на лестницу. Для Кондратья Петровича таких, как Лена, не существует. Её вообще не должно быть ни дома, ни на земле. А вот почему так к ней относится старый пенсионер, вполне приличный гражданин и бывший большой начальник? Какой же облик имеет Лена Журавлёва в глазах Кондратья Петровича? Легкомысленная девушка, работающая непонятно где и кем, непоседая, живущая в бардаке. Вечно она пропадает допоздна или сидит весь день дома. Её можно заметить с различными людьми, она не видит в соседе пожилого, уважаемого человека. А может быть Кондратья Петрович просто влюблён в свою соседку? Помните эпизод, когда Леночка жалуется Блинова на своего соседа, что он её щиплет. Подходит сзади и раз – ущипнул. Но мне кажется, что тут нет никаких чувств, кроме простого возмущения. Ведь живёт Леночка без царя в голове. Как только этого не видит капитан-пограничник. Капитан Блинов – само воплощение надёжности. Он честен, хладнокровен, целеустремлёнен и холостой. Вот как такое сокровище живёт без жены. Это загадка. Кого только не взять из персонажей фильма, всё окружение Леночки немного ненормальное. И подруга её странно себя ведёт, забрав чужое угощение в кафе. И рекламщица в исполнении Светланы Крючковой немного с приветом. И Лядов, бывший любовник Лены, выглядит немножко странно. Исполнитель роли капитана Блинова Виктор Проскурин солиден, прост и надёжен, как все герои-пограничники. Ему 33 года, и это возраст, внушающий уверенность и спокойствие. Его капитан Блинов живёт просто и честно. Живёт по уставу. В этой жизни нет времени для девушек развлечений. Однако молодой здоровый организм требует свою. Капитан Блинов пилит драва, как это делал Илье в фильме «Укращение строптивого». Наверное, встреча с Леночкой – это благо для капитана. Кстати, с итальянским фильмом достаточно много общих точек соприкосновения. Это не только эпизод с дравами, но и похожесть самих героев. Не очень молодые и красивые герои, но очень брутальные, влюбляются в обаятельных девушек. Кроме этого, наличие похожих второстепенных персонажей, эпизода с сельской жизнью и борьбой за урожай, и, наконец, молодые героини, блистающие в неглиже. Критики в Советском Союзе приняли в фильм «Пойти замуж за капитана» прохладно. «Утешительная история из-за разряда экранных баек», – так писал спутник кинозритель о нём. Ну что же, время идёт, и акценты становятся по-другому. Кинопоиск ставит этой картине 7,3 балла, что говорит о довольно хорошем отношении зрителя к этой картине. Когда вы захотите отдохнуть от триллеров, ужастиков, боевиков и спецэффектов, обязательно найдите этот фильм и просто насладитесь спокойным, хорошим фильмом из нашего светлого прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok